Однако, несмотря на позитивную информацию о высоком проценте выздоровевших пациентов в нашем регионе, говорить о спаде пандемии пока рано, так как ежедневный прирост вновь выявленных заболевших по-прежнему держится на довольно высоком уровне. Поэтому ставшие уже привычными защитные средства, перчатки, антисептики и, конечно, медицинские маски по-прежнему актуальны. Но и здесь есть позитивные изменения. Средняя стоимость защитных масок в России снизилась примерно втрое по сравнению с апрелем. Об этом сообщил министр промышленности Денис Мантуров в ходе заседания президиума Координационного совета по коронавирусу. Наша съемочная группа решила узнать у жителей областной столицы, какую сумму они сейчас тратят на покупку масок и какие еще меры предпринимают для защиты от вируса. Эпидемия коронавируса принесла в нашу жизнь новые привычки и атрибуты. Например, для многих это в первую очередь частое мытье рук, использование антисептиков, соблюдение социальной дистанции и, конечно, ношение медицинских масок. Для многих жителей они стали неизменным атрибутом одежды, аксессуаром, без которого нельзя выходить на улицу. Мы решили выяснить, как часто приобретают средства индивидуальной защиты жителей Твери и в какую сумму им обходится эта покупка. Ой, я, вы знаете, так не считала. Я обычно покупаю сразу много и как бы в машине, дома все оставляю. Не могу сказать, не отслеживала. Последний раз покупала дочка мне. Я забыла. Там несколько штучек, 200 с чем-то рублей, но дорого. Дорогие. 30 рублей для населения дорого. Потому что маска нужна не одна. Их, по идее, надо раза три-четыре менять в день. А, конечно, для семьи, где не один человек, это накладно. Мы сразу закупили большую пачку и используем как бы. Ну, в принципе, я думаю, что экономить на этом не стоит. Да, даже если чуть дороже, то главное, чтобы маска была важнее. Цена приемлема, в принципе. Приемлема, чтобы обезопасить свое здоровье и окружающих тоже. Я медик, нам выдают на работе. Удачи, не болейте. Но кроме масок, медики рекомендуют также использовать для защиты себя перчатки. И горожане с этим тоже согласны. Многие жители начали чаще мыть руки, приходя с улицы, а также пользоваться различными бактерицидными средствами. Руки протираем там спиртовым раствором постоянно. Потому что на работе требуют постоянно. Я прихожу домой, руки обрабатываю. Потом начинаю все делать и потом мою. Так, антисептик, мыло. Это самое главное. Руки обязательно мыть, обязательно. После вообще каждого прихода домой и доступа к воде, там где это возможно. И еще есть антисептики. На спиртовом растворе тоже протираем. Напомним, что в Тверской области 17 марта введен режим повышенной готовности. Жителям и гостям Верхневолжья рекомендовано соблюдать меры профилактики ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилые граждане просят продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки для выгула домашних животных и выноса мусора.